Всем привет! На очереди очередной 30-й урок. И сегодня мы выучим страны и путешествия. Итак, в немецком это немножко противоречивая тема, где есть свои сложные моменты. Слушаем внимательно и запоминаем. Итак, первое. Выучим несколько стран и их произношение. Итак, основные европейские страны. Начнем с России. Русланд. Германия будет Тойчланд. Австрия. Остерайх. Италия. Италия. Португалия. Португаль. Франция. Франклайх. Голландия. Холланд. Все эти страны не исключение. У них у всех средний род и они используются в немецком без артикля. Итак, полный список стран, европейских и нескольких азиатских, вы можете найти в группе ВКонтакте. Ссылка внизу под видео в инфобоксе. А теперь разберем, как сказать, я еду в Германию или я уже в Германии. В немецком, как и в английском используются разные предлоги. Итак, я еду в Германию. Будет Ich fahre nach Deutschland. Предлог nach. Я уже в Германии. Ich bin in Deutschland. Еще раз. Артикль не ставим. Предлоги разные. Направление движения – это nach. Если вы уже находитесь в стране внутри. Это in. Morgen fliege ich nach Österreich. Ich arbeite jetzt in Österreich. Завтра я лечу в Австрию. Я работаю в Австрии. Так же будет со всеми этими странами. Отдельная сложность – это страны-исключения. Они могут быть женского рода, они могут быть мужского рода или множественного числа. Их не так много, но тоже стоит выучить. Для вас я выбрал самые центральные, важные европейские страны-исключения. Итак, первая страна – это die Schweiz – женский род. Вторая страна – die Türkei – Турция. Третья страна – die Ukraine – Украина. Так же есть страны множественного числа – die USA – это США. Die Niederlande – это Нидерланды. Как мы с ними работаем? Во-первых, мы обязательно должны употреблять артикль – die. Во-вторых, предлог здесь уже будет в любом случае – in. То есть я еду в Украину. Ich fahre in die Ukraine. Я живу в Украине. Ich wohne in der Ukraine. Я отдыхаю в Швейцарии. Ich erhole mich in der Schweiz. Я работаю в Швейцарии. Ich arbeite in der Schweiz. Что касается стран множественного числа, здесь надо быть особо внимательными. Я работаю в США. Будет ich arbeite in den USA. Я живу в Нидерландах. Ich wohne in den Niederlanden. Не забывай про N, который добавляется ко всем словам множественного числа, в том числе к словам Нидерланда. Что касается USA, это аббревиатура, здесь N не добавляется. Также в немецком языке есть несколько стран мужского рода. И там также обязательно употреблять артикль и используют предлог in. Основные из них, просто что мне в голову пришло, это Dea Iran, Dea Iraq. Полный список вы можете погуглить. На этом на сегодня все. Подписываемся на канал, ставим лайк и не переключаемся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok